Всем привет! Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь-1». Начну сразу с главного. Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. Пять лет я негласно был медийным лицом Министерства обороны Республики Беларусь. Пять лет я вел программу, над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей и профессионалов, каждого из которых я обязательно обниму при встрече, и я уверен, они мне ответят взаимностью. Пять лет я с очень серьезным лицом рассказывал о том, что наша армия самая доблестная и сильная, наша техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания. Пять лет я читал новости, которые добровольно принудительны. Утром, воскресенье, смотрел весь личный состав вооруженных сил. Пять лет. Это больше трех поколений призывников, которые служили полтора года и больше во всех видах и родах войск. К чему я это все? Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей. Я хочу обратиться к военным, солдатам и офицерам. Я знаю, вы ждете приказа, и вы прекрасно понимаете, каким будет этот приказ, и вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано, и в итоге они могут получить от вас пулю. А думайтесь, пока не поздно. Донесите Совету Безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки Министерства Обороны очень много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть ли заблюда и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны. Офицеры, которые видели лицо смерти. И таких офицеров большинство. Я прошу вас принять верное решение. Решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим. Защитите свой народ. Я лично прошу помощи у людей, которых знаю и уважаю. Андрей Алексеевич Равков, генерал-лейтенант, секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь, бывший министр обороны. Виктор Геннадьевич Хренин, генерал-майор, министр обороны Республики Беларусь. Олег Алексеевич Белоконев, генерал-майор, депутат Палаты представителей, бывший начальник генерального штаба вооруженных сил. И последнее. Никто, услышьте, никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости. Люди просят их не обманывать. Люди просят свободы. За последний пункт, за свободу, отвечаете именно вы. Так что я уверен, что все получится. Мы всегда рядом и, если что, мы вам поможем. Спасибо.